здарова экстренное событие я я я на работе сижу у нас сегодня как раз короткий день ничего не планирую вообще звонит мне стилк стю это гитару ремонтирует все я короче это дел должен был я планировал на прошлую пятницу но на ритм подожди у меня там короче ну из-за твоих подписей голим их не могу потому что говорит я бы так всю и полностью стер перекрасил ты бы не и не увидел разницы я говорю не мне такого не надо мне нужно чтобы было видно как она отламывалась там и так далее ну понятно все все чтобы подписи остались короче он делал дело и ты мне мороки ну не так конечно дольше вот сегодня понедельник он закончил поэтому мы едем к нему я и прям с работы домой даже не успею заехать и снять такое то знаете пред 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 событие да там погнали там сейчас короче гитару сделали сейчас мы поедем забирать посмотрим как там наш лес полкастом там и так далее сегодня мы в конце концов послушаем мы его в конце концов послушаем сегодня только такая вот так без без предисловия она попрошу него очень кстати мне там написали пару человек гитара у него интересные были такие метольные прям совсем палки попросили меня снять у него в гараже немножко если он разрешит на его гитары так что может быть еще чуть-чуть добавим добавим контенту там у него дома уже почти подъехал минут всем осталось недалеко от работы у меня ближе к нему ехать чем с моего дома к нему поэтому я по пути так сказать двух зайцев ну какой-нибудь 20 я тебе снимаю что значит когда в слепые места не смотришь а ездишь на машине в которой они не это самое не высвечиваются как у меня вот желтенькая точечка горит значит слепое место высвечено а то ладно а то ладно как дела? как дела? это хорошо, это полчаса недели полчаса недели я приехала полчаса раньше это не было здесь вчера, это было? все это? все это? да а-флата стандарт да эти я всегда хотела, но я никогда не не знал они все в порядке в цене в цене в цене Прямо и и Лес of a headache to deal with as far as, like, trying to operate your own business. Yeah, no, I get that. So, like, I still build stuff, just not in the capacity that I once was doing. What is it? Is it, like, maple and... Maple and mahogany on that one. Ebony front board. It has some heft to it. Это его, говорит, полной сборки, которая. Он ее в дропе за это самое застроил. Ну, тяжелая, правда. Тяжелая такая, ну, тут видно, что... Дырок меньше нет. Это махагоновые куски. Клен. Это его прототипы, я так понимаю. So, are you going to finish them, or are they, like, kind of... Well, there's that 8-string there that's got that zebra wood fretboard. Really, all I need to do is just finish wet sanding and buffing that one, and then put it together. Are the inlays going to be just like that, or is it just... Yeah, just like that. That's all it is. The guy that I was originally going to be going to, that was a design you'd come up with, it's the Higgs boson formula. But, yeah, it's no longer going to that guy, so now it's just a piece that's... Whenever I finish it, it'll be done. That's all that's what I do. What about this warrior-looking... Yeah, so that body style is what I call the insurgent body style. Yeah, so that one really is just a few more touches on frets and stringing it up, and that one's going to be ready to go. So both that one that you were holding there, the more strat-style body, and that other more warrior-style body, both of those are going to be for sale. What are they running for? $2000. Yeah. Like an average US build. It's just a stain with a hand-rubbed oil finish on it, and single pick-up. And, yeah, so kind of just... Is that a Mahagon? Yeah, so it's the same wood as the other one. It's going to be sold for two pieces. 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 It's also a Mahagon. You know what? It's made in America. But it's the green one. That was... Ну, я думаю, что это будет запрямлено, конечно, и я начинал сзанть. Это был один, который был построен для меня, по-другому человеку, по-другому компанию АHК Гутарс. Он был тот, который был в этом доме, и все, 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 и все. Это один из моих, это было построено 20 лет назад, и это... Вы просто должны закончить. Да, и пауза была все messed up, поэтому я начинал сантовать, и это одна из тех, что это joy, что у меня есть гитаршоп, потому что я не могу работать на моих вещах, как я бы хотел. Это как УИДЖИ. У меня два УИДЖИ гитара, у меня Кира Комет УИДЖИ. Да, это... Это вообще для моего банды, мы сделали много этих, для мерч, мы играли на Хэллоуин-шоу, и мы сделали много УИДЖИ-кортов, и мы продали... О, это ваш бандлогер. Да, Фистлорд. Это его группа, короче, название это. И они сделали, типа, как это... Ну, мерч, короче. Да. Надо у него спросить, мне понравилось это что-то. Да. Да. Я только что распаковку вам снял, но вы, наверное, ее увидите после этого видео, потому что не могу ж я так. Так, мы ждали, 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 ждали. Насколько это тяжелая гитара. Вот кажется, да? Три килограмма или три с половиной. Всего-то полкилограмма. Наверное, ты в спортзал входишь там, допустим, что-нибудь делаешь. Полкилограмма там. Луна, не надо мне вот это под камерой косточку эту есть. Ну, там, типа, есть разница, но не такая особая. А вот в гитаре, особенно в кофре, берешь, я гитару с кофром беру, что здесь и кофра поменьше будет. А все равно, насколько это разница, насколько чувствуется. Так, я в углу сейчас заберу луна. А ну иди сюда. Иди сюда. У нее есть обычные, а есть вот такие. Есть вот такие, которые она громко ест и под камерой не дам. Все, не дам. Все, не дам. Не дам. И не проси. Все, ладно. Вон, иди там своих чуть-чуть найти. Так. Гитара Мета Хифи из Трибиума, которая, ну вы все знаете, что мы сейчас сделаем здесь, на диване, на распаковочном, потому что здесь хороший цвет. Мы сейчас с вами посмотрим ее вблизи, а именно перелом головы. Так, только вот вокруг меня тут животное. О, блин. Игранная гитара, видно, что не слабо. То есть тут бляха ездила, как только она не ездила. Ну это понятно. Эта гитара концертная. Эта гитара использовалась на записи альбома и так далее и тому подобное. Как раз мне вот такие вот музейные экспонаты и нужны. То есть это личная гитара. Не просто потому что она была в коллекции. Она, кстати, завинтажена. Тут даже это, даже коррозия на гроверах такая интересная. Прям совсем. Мэтт во Флориде обитает, там влажность нехилая. Но пока я смотрю на коррозию, я смотрю на перелом головы. И Стю как-то извинялся и говорит, да я вот тебе тут сделал. Говорит, ну так, без перекраса, без ничего. Говорит, ну, дети, если хочешь, давай краску сниму, перекрашу. Ну тогда не будет ни оригинального серийного номера. Вот эта вся винтажность головы уйдет. Понятно, вот это вот Gibson Custom логотип. Ну все, все, что делает эту гитару оригинальным. Я и не буду. Во-первых, ну это даже не из-за того, что здесь есть подписи всех музыкантов группы Trivium. Это еще также, если ее полностью перекрасить, да. Это значит, ну если, допустим, когда-либо бы я продавал эту гитару, я бы объяснил. А как бы она уже пошла дальше, никто не знает. Может быть, никто даже и не говорил, что на ней когда-то была сломлена голова. Но Стю действительно, действительно хороший мастер. Я вот так смотрю, он все это склеил. Я вот сейчас пробую пальцем. Тут ее, если закрыть глаза и вот так пробовать, вы никогда в жизни не почувствуете. Никогда. От слова совсем. Здесь вот это вот, конечно, я переживал. То есть, как тут будет оно чувствоваться. На некоторых есть. Вроде сделано, вроде нормально. Чувствуешь, есть такой маленький-маленький перепадик. Абсолютно нету. То есть, отличная работа. И если посмотреть его на вид, он мне прислал фотографию, говорит, а тут вот чуть-чуть видно. Вот если честно, если даже ее вот так вот сблизи кому-то, кто-то будет смотреть, не зная, что здесь была отбитая голова. Вот просто возьмет гитару, такой, ууу, какой ништяк. Гипсон у нас полкастом. А-ля, подписанный. То есть, подписи, сразу взгляд. Все-то это маленький-маленький здесь. Такое. То есть, если да, если вот смотреть. Так, подожди. Смотри, здесь была голова сломана или нет. То можно увидеть. Но это действительно качественно он сделал. То есть, я переживал. Я думал, будет намного-намного хуже. Это прям... Прям совсем. Сейчас я, кстати, Мэтту напишу, скажу. Стю вообще ништяк работу сделал. Он, ну, Стю, бесплатно мне делал. Мэтт пообещал нам билеты на шоу, которое здесь в апреле будет в Colorado Springs. Это In Flames, Trivium, Lamb of God и Megadeth. Уже он... Кстати, вот придрочился, я извиняюсь, на лос-полах играть. И не так вот мне... Он-то понятно, видите, он жопко съезжает. Но вот я привык сейчас... Тут его придерживаю. Села батарейка, но... Давайте так, с лионцам, потому что жена работает наверху. Самый главный тест. Повесить её за голову. Ну, блин, тяжёлая. Это сейчас самая... Самая тяжёлая гитара из всех, что у меня сейчас есть. Вот взять её... Хотя... Хотя... Чуть-чуть вот это легче. Чуть-чуть. Ну, это гипсон. А с этим? Да, это полегче будет. Чуть-чуть тоже. Ну, опять же, это... Тут, наверное, почти четыре, а тут три с половиной. Так. Кнопочки. Блин, у него кнопочки не те, он дюлоповские использует. А не эти. Так вот. Я не то, что доволен. Знаете, как там пол, тот, с кем я гитарами поменялся, ждал, он потом Мэтту отсылал на пересыл, он переживал, что я забракую там работу, скажу, нет. Или так, чтобы было как... Если честно, со всей вот винтажностью гитары, вот в общем, тут практически вообще ничего не видно. Да не победить, ничего вообще не видно. Эмжи. 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 Участное, вы думали, это на крыму. Обзор этой гитары мы послушаем несколько раз. Сейчас все мои гибсоны будут обозреваться от худшего к лучшему. Я их сделаю, да, или как? Как-нибудь придумал у меня сейчас шесть ги. Раз. Уна, дос, трес, кватру, синьку, сиета. Сиес, есть тут сиес, нету сиес. Есть эпифон и есть эпифон, то есть шесть и два, и плюс еще и бонез, пола гиллварда, то есть почти девять вот такие вот. Сейчас потише, там жена, просто у нее этот миг совещание. Совещание было. Они там на скайпе сидят, на чем, на зуме сидят. Жена тебе их. А сейчас мы с вами... Жена тебе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ладно, не буду я. Он-то мне ее настроил в гараже, ну, вы все видели. Все, сейчас я сяду, как следует в Helix, в свой подключу ее. И как следует в ней разыграюсь. А потом, понятно, отдельно это стандарт с кастомом сравним. Но я сюда фотки, это все в видео вставляю. Поэтому, что он показывает? Блин, намного лучше, чем я даже думал сделал. Вот сейчас вот так держу, вот под таким углом-то вообще не видно. Надо вот так вот смотреть, так, чтобы что-то увидеть. Ну, то такое. Так закончилась моя эпопея с покупкой личной гитары Мэтта Хифи, гитариста-вокалиста, лидера группы Трибиум. Это гитара номер 10 из моей коллекции личных гитар-гитаристов. То есть, некоторые гитары более культовые, некоторые гитары менее культовые. Ну, можно сделать. Напишите в комментариях, если хотите, чтобы я сделал видео вот этих вот личных гитар-музыкантов, там по культовости, да, от менее к более. Или еще по чем-нибудь. Может, даже какие-то ваши предложения в комментариях. Напишите. Ну, а так, до следующего видео. Как всегда, благодарю всех спонсоров, патронов. Всех вас, кто на струнки с моим промокодом гитарной истории заходите. Ну, и вообще, всех вас за то, что вы есть у канала. На канале гитарной истории только интересные гитары. Культовые. Культовые и исторические инструменты тоже бывают. С этой поломанной башкой даже не заметил. Только что залез в кофр. А там два медика подписных. Я так понимаю, мета. Все они любят сейчас в последнее время на джазах играть. Это Кирковские, джаз-3. Это Таски, на которых я сейчас играю. Ну, и мои. Гитарные истории Дебош. Блин, в камеру смотрю, не видно. Вторные истории. Дебош практически такого же размера. Кстати, Родиджи хорошие. Тоже мною заигранные. Это Джон Петруччи подписные. Короче, все сейчас переходят на эти. На большие. У Кирка, кстати, их несколько. А тоже с блеском почти такие же, как и эти. Ну, ладно. О медиаторах, наверное, в следующем видео. Или, не, в одном из следующих. Напишите в комментариях, если надо. Видео о медиаторах. У меня много личных медиаторов. Разных музыкантов. И всяких там подписных. И так далее. Не, ну, это в основном все личные. Субтитры сделал DimaTorzok